Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 14 февраля. И вот пока семена перца у меня стоят на калибровке, нужно 10 минут ждать, пока они упадут, отсортируются, я расскажу вам о выращивании рассады в улитках. Потому что поток вопросов не прекращается. И в прошлом году у меня спрашивали, и нынче, вот в преддверии сезона посевного, начали поступать вопросы, почему вы не выращиваете рассаду в улитках. Выращивала ли я когда-нибудь? Если выращивала, то какое мое мнение? Вот сейчас я расскажу мое мнение, и надеюсь, все поймут, все увидят, больше спрашивать не будут. Потому что печатать ответы некогда совершенно, вы это понимаете. Да, несколько лет назад, лет 5, наверное, началась вот эта вот массовая, заполонили вот эти рекламы, супер метод выращивания в улитках, выращиваем рассаду в улитках. Что бы ты ни начал открывать, обязательно вот эта вот выскакивала рассада в улитках, новый способ. Я тоже пробовала, конечно. Как мне не попробовать, я же все экспериментирую, все проверяю на себе. Что в результате получилось, что я могу сказать? Я ничего не могу сказать плохого об этом методе. Да, у меня они проросли, у меня они до какой-то степени даже там выросли, и всхожесть там была хорошая, и все. Но мне почему-то этот метод не понравился, потому что я привыкла все-таки выращивать в лотках, выращивать в земле. И мне показалось, что там растения мало вот этого грунта. Я, ну как, была прослойка с грунтом у меня немножко. Было мало вот этого грунта, и я обычно высаживаю, сею рано и веду очень долго. Ну как длительный период она у меня растет, рассада. Пересаживаю в больший объем. И мне все равно с этих улиток нужно было бы потом пересаживать. Да, этот метод хорош для тех, у кого, например, мало места, у кого нет стеллажа, или совсем крошечное окно, или совсем там не позволяет. Из-за своей компактности, может быть, это и удобно. Удобно для тех, кто вот дома в улитках посадит, а потом везет куда-то на дачу, там высаживает в парники, в теплицы, все. Метод неплохой. Может быть, кому-то он и понравился. Но я больше выращивать не стала, потому что, ну как, есть такое выражение, от добра добра не ищут. Если у меня и так все хорошо получается в лотках, я просто не захотела на этот новый метод переходить, почему-то, не знаю. Я привыкла все работать с землей. Мне это очень доставляет большое удовольствие. И я не только выращиваю рассаду, я же всем говорила, а я сама получаю удовольствие повозиться. Как одна женщина пишет, я, наверное, в прошлой жизни была дождевым червем. Мне, говорит, так нравится в этой земле возиться. Мне тоже нравится. Мне даже нравится запах земли. Вот это нравится ощущение. Все, когда пишут про мои грязные руки, я перчатки не одеваю, потому что мне надо ощущать, чувствовать землю. Я как бы заряжаюсь землей. Но если вот так объяснить попросту, например, смотрите, захожу я в магазин, я всю жизнь носила классические, например, синие джинсы, еще с той поры, когда Леви Страус, Либу. И сейчас, когда появились вот эти с дырками, оборванные с бахромками, мне предложат, например, вот есть суперсовременный новый такой вид джинса, все. Я, конечно, померяю, я могу одеть, померить, например. Но я все равно вернусь к классическому варианту, потому что это мне более близко, более привычно и больше нравится. И мне хорошо. И так же вот с этими улитками. Кто-то выращивает, кто-то доволен. Вот кто-то пишет, что томаты не очень я выращиваю, а там другие какие-то цветы, еще что-то для проращивания, например. Ничего плохого сказать об этом не могу. А я не пользуюсь, просто потому что я привыкла все выращивать в земле. Что у меня это потребность работы с землей. Все. А, пожалуйста, попробуйте, если кто хочет вырастить в улитках. Кто-то, например, подсаживается на эти улитки и дальше выращивает уже все в улитках. Я знаю даже одну любительницу улиток, которая у нее весной все-все в улитках. И она их так нахваливает, так хорошо ей нравится. Но если вам нравится, конечно, выращивайте. Ничего плохого в этом методе нет. Это еще один из разновидностей. Как я уже говорю, что огород – это огромное поле для экспериментов, для наших фантазий, для наших предпочтений. Кому что нравится, тот к тому, куда душа лежит, тем и занимаемся. Все, до свидания. Вот это коротко о выращивании рассады в улитках.